Всем привет! И сегодня необычное всё-таки видео. Оно может быть обычное или необычное. Обычное, потому что я часто говорю про детей, а необычное, потому что оно будет про питание детей в детском саду и школе. И по большей степени сейчас начнём с детского сада, с истоков, где ваши дети проводят очень много времени, и часто 5 дней в неделю. И это видео будет, оно так и называется, просто охренеете от того, чем кормят ваши детей в детском саду. Меня зовут Кристина Хромойкина, и я в эфире рубрики «Охренеть, но вырастить здоровых детей». И по-другому я не знаю, как это назвать. Кто на меня давно подписан, кто подписан на меня в Инстаграм, Телеграм, вы знаете, как я в целом люблю детей, забочусь о детях. У меня есть курс по детскому сну и самоприкорму. Я этим занимаюсь уже 6 лет. У меня трое прекрасных, чудесных, здоровых детей. И я очень сильно забочусь о их питании, витаминах, сне, режиме. У меня невероятно развитые, красивые, умные, здоровые дети. И в целом, без лишней скромности, таких немного. И это всё не заслуга того, что это просто чудеса. Генетика – это заслуга того, что мы максимально сможем включённые родители. Так вот, сегодня я многих из вас заставлю задуматься. А если вы не доверите моим словам, то я вам покажу программу подсчёта калорий. Вы просто не сможете не верить. А если вы не поверите в моей программе, то вы просто возьмёте меню вашего детского сада и забьёте её в такую программу, которая называется «FatSecret», которая считает жиры, белки и углеводы. И вообще, в целом, соотношение к ИПЖУ за день. Я её раньше использовала, когда у меня было ПП и ЗОЖ головного мозга. Я взвешивала еду и считала её. Я давно от этого, слава богу, ушла. И в моей семье этого нет. Я ем два раза в день иногда один. Мой муж ест два раза в день иногда один. Наши дети едят три раза в сутки, даже ходя в детский сад, где пятиразовое отстойное питание. Ну уж, извините, говорю, как есть. Так вот. А сегодня я поговорю о том, как мы с истоков уничтожаем своих детей. Сначала мы начинаем их уничтожать тем, что мы беспрерывно им тычем сичку. Грудь суется по требованию, каждый час, иногда несколько раз в час. Ребёнок ест очень много раз за ночь, за день, без разбора, голодный, он холодный, у него что-то болит, всегда ему суется грудь, постоянно инсулиновый всплеск. Ребёнок совершенно не понимает, голоден он или нет. Родители не хотят разбираться, голоден он или нет. Потом мы удивляемся, почему вырастает детёныш вообще без каких-либо пищевых привычек и культурой какого-либо питания. Но это отдельная тема, мы сейчас немножечко идём дальше. Так вот, чем кормят наших детей в детском саду? Наших детей в детском саду кормят только углеводами. Жиров и белков там немного, но углеводов там столько, сколько не ест даже 120-килограммовый качок, который наращивает мышечную массу и занимается бодибилдингом. Потом мы удивляемся, почему дети совершенно неуправляемые. Дети бешеные, дети неусидчивые, дети плохо спят, дети до 3-4-5 лет писаются ночью. Дети совершенно не могут сконцентрироваться, они могут учить стихи, ничего не запоминают. Любой отказ – это истерика. У детей уже в 7-8 лет целлюлит, складки на животе. У детей нехорошие волосы. Дети плохо пахнут в 5-6-7 лет. У них плохо пахнет калм, моча. Они постоянно потеют. Они совершенно не сложные, не худые, не звонкие, не тонкие, какими должны быть дети. Подумайте на досуге об этом, потому что их отдают в 1,5-2, в 2,5 года в детский сад. Но чем кормят детей в детском саду? Я вам сейчас покажу меню детского сада, куда ходят мои две дочки. Соне скоро будет 7, у нее последняя группа. И предпоследняя группа Маймай, ей скоро будет 5. Я разбираю меню детского сада. Оно плюс-минус по количеству углеводов. Каждый день будет одинаково. Я пересчитывала несколько дней, и они вообще все идентичны. Детей в детском саду зачем-то кормят 5 раз. Мне это лично не понять. Кормят каждые 2,5 часа ребенка просто как свинью на убой. Но мы же не хотим с вами вырастить свиней. Я хожу, мои дети плавают 3-4 раза в неделю с рождения. И сейчас они плавают профессионально уже с тренером. И я прихожу, их привожу на индивидуальные занятия. В это время там есть групповое занятие школы плавания с детьми. Из 10 детей 5 с ожирением, 3 с лишним весом и только 2 тонкие и звонкие. Из 10-80% детей страдают избытком и лишним весом. И даже те, которые тонкие или стройные, или у них несколько лишних килограмм, они в целлюлите и в складках. Как это возможно, я вообще себе не могу представить. Помните ли вы свою школу? Мне сейчас 33 года. У меня на всей параллели 10-11 классов, где нас было 7 классов по 28-30 человек, было 2 полных. 2 человека. Ровно 2. Один из них был мой одноклассник и моя первая любовь Коля. Не знаю, кстати, похудел он или нет. Сейчас не поддерживаю общение. И второй из них был Паша, мальчик. Я помню, Паша Жарюк. И у него был брат, который был его на год старше. И они оба были просто огромные гиганты. Они были по метр девяносто ростом и весили килограмм по 140-150. Все. Больше в нашей параллели, кроме двух людей, полных и толстого, не было никого. И Паша к концу 11 класса стал вот таким. Он просто из худа. Он перестал есть. Его родители посадили на диету. Они обратились к психологу. Начали работать с расстройством пищевого поведения. И он там весил уже килограмм 75. Он просто килограмм, не знаю, по-моему, 70 или 80 сбросил за год. И то есть получается один полный человек остался. И все, больше никого не было. Сейчас, если вы зайдете на любую секцию, спортивную или школу, в классе из 30-35 человек, минимум 15-17 будет с ожирением, лишним весом или 5-10 лишними килограммами. 5-10. Я не представляю, откуда это взялось. Но я представляю. Все начинается с истоков. Если раньше мы с вами в школах и садиках питались так же, как и питают сейчас, система питания не изменилась, то у нас с вами было движение. У нас было много физкультуры. Мы очень много гуляли. Дома никто не сидел. Никто за компьютером не сидел, за мультиками, за играми. Все тусили на улице. После школы все выбегали на улицу, а летом вообще нас можно было затащить домой, только тогда, когда мы уже грязные, холодные, голодные, и время ночь. Все. Сейчас же все дети в телефонах. Сейчас у всех детей гиподинамия. Дети не двигаются только у детей и у взрослых. Все сидят за телеками, за мультиками, за играми. Все у нас геймеры. И родители это поддерживают, потому что засунул телефон, ребенок закрыл свой рот. Запищал, засунул бублик, сушку, колу. Он опять заткнул свой рот еще на несколько часов, и мы видим совершенно нездоровых больных детей. Сахарный диабет помолодел. Все болезни помолодели. И это видео я записываю, чтобы рассказать не о том, какая я хорошая, а о том, что я уверена, что один из ста посмотревших это видео изменит свою жизнь. Я уверена на 100%, что я меняю жизнь многих людей, и я буду продолжать это делать. Я знаю, что это видео соберет хайпы. Я знаю, что здесь будут говорить, ты тоже была жирная, посмотри на себя. Я знаю, что будут писать, а посмотри на себя. А у других нет возможности. Ой, не строя себя умной, мы выросли, и вы вырастете. Мне насрать. Я все равно это буду говорить. Поехали. Я сегодня, прямо сейчас, перед началом этого видео, забила меню сегодняшнего дня моих детей в детском саду. И что мы получаем? На ребенка от 3 до 7 лет в садике 2100 калорий. 2000, ёпы, РСТ, 100 калорий. Я в день, может быть, ем 1500-1700. Но я тетенька, блин, которой 33 года, родила 3 детеныша, я вежу 71 килограмм. Мой муж ориентировочно ест 1500-1800 калорий. Дяденька, которому скоро будет 35 лет, он не родил, правда, троих детей, но их сделал. Он ходит в терражерный зал, занимается разную делу, ходит по 15 тысяч шагов в день, а ест 1-2 раза в день и весит 100 килограмм. Дети в детском саду возрасте от 3 до 7 лет едят 2100 калорий. Господа, ну это не самое страшное. Ребенок много двигать, и, возможно, он их потратит, но это нереально. Из них 270 грамм чистых углеводов. 270 грамм углеводов. Вы вообще понимаете, сколько это? Это в соотношении полпачки чистого сахара. Я в день ем 30 грамм углеводов. 30 грамм углеводов. Мой муж в день ест. 30 грамм углеводов. Нормальному человеку, если он не на кето-питании, мы просто на кето-питании, в день достаточно 70-80 грамм углеводов. 70-80. Качкам, спортсменам, которые наращивают мышечную массу, колют в себя кучу химии, 100-120 грамм углеводов. Нашим детям в детском саду захерачивают внутрь их 270 грамм углеводов. Вам не страшно от этой цифры? Это просто катастрофа. И из них всего лишь 75 грамм белка и 70 грамм жира. Их должно быть больше жира и белка. Углеводов должно быть грамм 50-70. Хотя бы в равном соотношении ребенка. Детям не нужно быть на кето-питании ни в коем случае. Но засунуть в ребенка 270 грамм углеводов в день, мало того, он придет домой, и ему еще дадут булочку, чупа-чупсик, киндер, сладкий компот, бутербродик с хлебом, сушечку и печенечку. Сделают цепиканку со сгущеночкой, сделают оладушки и блинчики с шоколадом. Узнали себя? И ваших мам, которые так кормят ваших детей. И еще 50-60 грамм углеводов в день. И в итоге ваш ребенок в день съедает 350 грамм углеводов. Вы просто представляете, кем вырастет этот человек с таким обжорственным количеством углеводов? Вы хотите это для своих детей? Я нет. И кто-то скажет, а как же быть? Мы же все работаем в системе. Мы не можем не отдать ребенка в детский сад. И не надо, мои дети тоже входят в детский сад. Я расскажу, как кормлю я своих детей. Ну, поехали. На завтрак в детском саду. Каша пшеная на молоке. Хлеб. Зачем детям хлеб? Какао-смесь с молоком и сахаром. Кусочек сыра, кусочек масла. Завтрак равен 700 калориям. 700 калорий трехлетнему ребенку. Вы что, угораете? Как вообще засунуть это можно в ребенка? Следующий прием пищи – это перекус. 100-120 грамм фруктов. 45 калорий, еще 11 грамм углеводов. Мало того, обед. Завтрак у ребенка у нас в 8.00, перекус у ребенка в 10.30. Пожалуйста, объясните мне, зачем через 2,5 часа ребенка снова кормить? Он что, свинюшка? Коза? Корова? Зачем вообще это делать? Идем дальше. В следующий прием пищи я забила обед. Капустный салат, свежий щи зеленый с яйцом, паста с курицей, 2 куска хлеба, сладкий компот. Зачем? Почему нельзя было просто оставить щи, салат и пасту с курицей? Зачем хлеб и шлифануть это компотом? Итого 650 калорий, и из них 90 грамм углеводов. Как здесь вообще будет здоровым ребенок? Обед у детей в школе, в садике в среднем в 12-12.30. Они едят и сразу ложатся спать. Они просыпаются, спят с 13 до 15 или с 13 до 16, в зависимости от возраста, просыпаются, и у них сразу полдник. Они не успели проснуться, они ели 2,5 часа назад, они опять идут жрать. И что же им дают? Булочка сдобная, веснушка, чай сладкий, 80 грамм углеводов. Серьезно? Зачем, господа? И далее у ребенка будет ужин. Напиток из шиповника с сахаром, капуста тушеная с мясом, кусок хлеба. Зачем? В каждый прием пищи засовывается кусок хлеба. Итого мы получили 2100 калорий, 270 грамм углеводов за день. Это вообще неадекват. Мы своих детей любим. Я уверена, что вы своих детей любите, и вы не хотите, чтобы они выросли с проблемами с лишним весом. Я как человек, который всю жизнь борется с проблемами с лишним весом, который жила и росла в этой же системе питания. Я не хочу своим детям такой, и вашим детям не хочу. Это видео я снимаю для того, чтобы вы включили свою голову. Как мы можем с вами исправить ситуацию? Мы можем пойти против системы? Нет. Мы можем победить систему? Нет. Изменится ли в ближайшие 20-30 лет система питания? Уверена, что нет, она не изменится никогда, потому что сахаром кормить дешевле, чем кормить хорошим жиром, белком и овощами. Но мы с вами можем исправить. И я кормлю своих детей идеально. Я уверена, что та система питания, которая выстроилась в своей семье для моих детей и для нашей семьи, она идеальная. И давайте мы послушаем, как это происходит в нашей семье. В дни, когда дети не в детском саду, они едят строго три раза в день. Это суббота и воскресенье. В дни, когда дети в детском саду, они едят четыре раза в день, потому что по-другому неизбежно. В детском саду все полудни, четыре дня посадить детей не смогут. Наши дети всегда завтракают строго дома. Всегда. Мы можем встать на 15 минут раньше, чтобы покормить их дома. Это вообще не проблема. Как выглядит завтрак наших детей? Допустим, два варианта придумаю. Расскажу, как это происходит в нашей семье. Это будут два вареных или жареных яйца. Это будет кусок сливочного масла, кусочки это хлеба. Это будет кусочек малослабосоленой семги. Это будет 4-5 орешков. Это будет полавокадо. Жиры, белки и углеводы. Потрясающий прием пищи. Никаких сладостей, никакой гадости. Второй вариант, который это может быть. Я накормлю тем, что они ели на ужин. Это будет гречка жареная, в которой добавлено сливочное масло, жареный лук, шкварки. Котлетка, помидорка и огурчик. Это будет их завтрак. Классные жиры, белки и углеводы насыщенные. В садике моих детей не кормят фруктами. То есть у них нет того приема пищи, который у всех вторых детей. Это когда они приходят, через 2 часа их опять кормят фруктами. Мои дети нормально к этому относятся. Иногда фрукт бывает дома утром. То есть мы утром к приему пищи даем им полбанана или поляблока. Они едят. И они отказываются от фруктового приема пищи в садике. И это запрещено. Их воспитатели ими не кормят. Вот и все. Если это частный сад, как у нас, мы спокойно договариваемся об этом. Если это государственный сад, вы идете к любому платному педиатру и говорите, напишите, что у моего ребенка непереносимость глютена, фруктозы, лактозы, и вам это спокойно напишут за денежки. Вы делаете это один раз в год. И вам не имеют права отказать. И вы будете иногда приносить свою еду. И детям не будут давать ту еду, которую не нужно. Но чтобы ребенок мог отказаться от какой-то еды в детском саду, должен быть пример дома. Вы должны быть примером. Я понимаю, что сейчас многие начнут выебываться. Почему? Потому что вы не будете примером. Но вы можете поменять свою жизнь и поменять жизнь своих детей. А тот, кто не хочет, не надо. До свидания. Питайтесь так, как питались. И оставайтесь нездоровыми, толстыми и обезобразными. А возможно, кто-то из вас худой и нездоровый, 100% если вы едите такое количество углеводов. Я готова к хайпу. Я это видео, собственно, снимаю не для того, чтобы отвечать на ваши злостные комментарии, а для того, чтобы многие из вас изменились. Все злостные комментарии будут удалены. Поехали дальше. Значит, следующий прием пищи – это обед. Обед всегда кушаем обязательно, а как же иначе. Мои дети едят в садике на обед все. Это крупы, это мясо, это салат, это суп. Классный прием пищи. Правда, я не понимаю, зачем детям первого, второго, третьего достаточно было бы что-то одного. В выходные дома они едят всегда что-то одно. Это нет первого, второго, третьего и компота. Они не пьют сладкий чай, они не пьют обычный чай, они пьют компоты, им наливают воду, и они всегда просят воду. Или чай без сахара. В саду всегда есть чай с сахаром и без сахара. А чай без сахара им не дают хлеб, они не едят хлеб, они отказываются от хлеба. И они это знают, что ни к чему хорошему это не приведет. У них это заложено в голове, потому что у нас так дома. Иногда я даю им с собой в сад кето-хлебушек, и они достают его во время обеда, кушают с супчиком. Пожалуйста, тоже прекрасный вариант, пеките детям кето-хлеб. Это вкусно, классно, здорово. Дальше они ложатся спать, и после сна у них есть полдник. То, что у нас нет дома, мы не едим дома 4 раза, мы с мужем едим 1-2, дети у нас едят 3 раза в день, у них завтрак, обед, ужин. Полдник мы с собой им всегда даем. Протеиновые печеньки Бумбар, цена вопроса 80 рублей. Или протеиновые батончики Бумбар, цена вопроса 120 рублей. Если дома закончились батончики и печеньки, я вдруг их забыла заказать, то я им даю с собой горсточку ягод в пластиковый контейнер и горсточку орешков. Там где-то 10 орешков и 20-25 ягод. Это их полдник, они пьют с водичкой или с какао без сахара, или с чаем без сахара. Им это вкусно и здорово. И знаете, что они говорят после детского сада? Кто-то спросит, а ваши дети себя не чувствуют изгоями? Мои дети себя чувствуют особенными. Потому что знаете, что они говорят? Я когда открывала свою печеньку, у меня все ее хотели и просили. Но у меня больше не было, я ее съела сама. Так говорит моя Соня. Или Майя говорит, мама, я сегодня отклывала свой батончик, и меня соседка попласила, которая кусала тозу. Я поделилась с ней, и она не кусала пилозаная. Пожалуйста. Уже внедрил мой ребенок другому ребенку, что можно есть иначе. И следующий прием — это ужин. Мои дети не ужинают в детском саду, мы их забираем в 5 часов. Но если вы их забираете позже, попросите ребенка не кормить ужином, что вы кормить его будете дома. Потому что кроме, если он поедет в садике, вы же еще и дома его покормите перед сном. И это уже получится шестой прием пищи за день. Ну это что за реально кормить на убой, как поросят и коров? Не нужно этого делать. И ужинают наши дети дома. Ужин наш может выглядеть как завтрак. Это будут яйца жареные с беконом, вареные яйца. Это может быть какая-то крупа с мясом. Это может быть рыба, это может быть шашлык. Это обязательно овощной салат. Никаких сладостей, фруктов и ягод мы на ночь тоже не лопаем. Примерно вот так вот выглядит наше питание. Можете ли вы изменить свое питание своей семьи? Сможете, если вы захотите. Будут ли ваши дети иначе выглядеть, иначе себя чувствуют, и вы приведете им на другую культуру питания? Да, конечно, это так и будет. Можете ли вы вообще изменить образ жизни вашей семьи? Да, безусловно. Хотите ли вы этого? Это только ваш выбор. Я надеюсь, что это видео для вас было полезно. Будьте здоровы! Будьте здоровы!